Ребят, всем привет и доброго времени суток! Что ж, для спиннингистов наступила довольно неопределенная пора, потому что лето, жара, хищник стоит очень мелко, хищник стоит в траве, в корягах, и оттуда его нужно чем-то доставать. Именно по этой причине в этом видео мы говорим о трех лучших, не зацепляющихся, колеблющихся блеснах для ловли щуки. Итак, поехали! И на третьем месте у нас приманка от французской компании Мэпс Блесна Тимбр Дадел. Опытные спиннингисты при первом же взгляде поймут, откуда у этой блесны растут ноги, ведь это старый добрый Мэпс Циклоп. Что же можно сказать о его не зацепляющейся версии? Эта блесна сохранила в себе все преимущества оригинала, при этом приобретя хорошую проходимость и при этом привлекательность данной блесны и даже немножечко лучше в комбинации с силиконовыми приманками, которые идут в комплекте с блесной. На рынок СНГ блесна поставляется в трех расцветках. Это золотой, серебристый и темный никель. Я бы рекомендовал выбирать классические серебро и золото. Блесна комплектуется тремя четыреххвостными твистерами. Сама же блесна Тимбр Дадл имеет одинарный жестко впаянный крючок и шпильку, которая предназначена для фиксации силиконовой приманки. На выходе получается весьма и весьма интересная приманка, которая отлично себя показывает на равномерной проводке. Что касается пауз, то не надо слишком обнадеживаться, поскольку силикон все же довольно сильно портит игру именно самой блесны на паузах, поэтому здесь не получится классических переваливаний и покачивания. Зато отлично играют хвостики. Если вы хотите проводить приманку с паузами, то эти паузы должны быть как можно короче, и сама проводка становится больше твичинговой, рывковой. При этом блесна у нас рисует очень активную ступеньку. Такую приманку щука пропускает очень и очень редко. Существуют две модели блесны, нулевка и единица. Ноль весит 8 грамм и единица весит 12 грамм. В зависимости от глубины в месте ловли, от наличия течения и прочего, вы можете выбрать именно ту блесну, которая лучше подойдет под ваши условия ловли. Итак, мэпс Тимбр Дадл, третье место. А на втором месте у нас настоящая финская легенда. Кусама Рассанин Руахика и Руахика Хелми. Хелми от Руахика отличается наличием кристаллика. Само же наименование Руахика это то, что у нас называется просто незацепляйка. Незацепляющийся Рассанин имеет двойной крючок, жало которого защищены усиками. Выпускается такая блесна в довольно большом перечне размеров и поэтому лучше я не буду их перечислять, а просто выведу на экран. Что касается именно легендарной приманки, то это Рассанин длиной 70 миллиметров и весом 10 грамм. Легкая блесна, которая, конечно, имеет весьма посредственные летные характеристики, но при этом отлично работает на равномерке и еще лучше работает на паузе. Она прекрасно сыпется, привлекая хищника, имитируя ослабшую больную рыбку. И, как правило, щука бывает соблазнена этой блесной. Кусама Рассанин Руахика, ну а кто бы сомневался? Ну а кто же у нас на первом месте? Это блесна, которую я люблю больше всего. Опять же, в Финляндии Рапа Ламино Успун. И это тот случай, когда не незацепляйка построена на базе какой-то блесны, а когда на базе незацепляйки делают отдельную приманку с тройником. Чем же примечательно Рапа Ламино Успун? В отличие от всех своих предшественников, она имеет пластиковый корпус, который буквально строится вокруг одного большого крючка. Кроме того, в головной части эта приманка имеет свинцовый груз, который ее утяжеляет, который и формирует ее игру. Летит блесна очень и очень хорошо. Все благодаря тому самому немножечко смещенному центру тяжести, который у нас в головной части. И на проводке, на равномерке, на паузах она показывает себя отлично. Причем именно эта блесна лучше всего проходит через заросли водной растительности, поскольку одинарный крючок и металлический уз надежно защищены от зацепа в принципе. Если вы делаете только первые шаги в спиннинговой ловле, если ищете только первую свою незацепляющуюся блесну, хотите выбрать одну приманку, которая будет хорошо работать практически в любых условиях, то я бы рекомендовал начинать именно с Рапала Мину Спун. При этом данная приманка выпускается в просто огромном количестве расцветок и в довольно большом количестве размеров, а также весов. Таким образом, любой спиннингист найдет подходящую приманку именно под свои условия ловли. Ну что ж, если вы хотите приобрести незацепляйку, то я рекомендую обращать свое внимание на Рапала Мину Спун, Кулсама Разсанен Руахикка и Мэпс Тимбр Дадл, он же циклоп-незацепляйка. Если это видео было для вас полезным, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, для меня это действительно важно. Заходите на наш сайт, ссылка на который будет в описании. И встретимся на рыбалке! Рапала Мину Спун. 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 Рапала Мину Спун.